Ситуация с коронавирусом сложная. Пожилым людям и инвалидам рекомендуют оставаться дома и не подвергать себя риску. Но это не всегда возможно. Элементарно нужно купить продуктов, а родственников или знакомых нет. За помощью можно обратиться к соцработникам или волонтерам. За последний месяц они помогли порядка 60 нуждающимся. Подробности далее. Здравствуйте. Здравствуйте. Вера Фадеевна? Да. Я с мобильной бригады. Зовут меня Евгений. Вы заявочку оставляли, чтобы нужны продукты. За продуктами, лекарствами и товарами первой необходимости для пожилых людей Евгений Бойко ездит каждый день. Соцработники помогают одиноким инвалидам и пожилым людям, которым необходимо в магазин или в больницу. Когда человек оставляет нам заявочку, мы разговариваем и узнаем информацию, с кем проживает. Если есть родственники, ходячие родственники, если проживают там с дочкой, сыном, они ходят и двигаются без посторонней помощи, то как бы мы можем отказать. Ежедневно специалисты успевают отработать около семи заявок. Кто-то ходит пешком, кто-то на автобусе. На машине центра соцработники ездят по селам и отдаленным районам города. К ним относится и Амуркабель, где живет Вера Фадеевна. Пенсионерке всегда помогали дети, но сейчас семья заболела коронавирусом. Она тоже болела и понимает, что лишний раз на улицу выходить не стоит. Возле дома как-то стараешься сам пойти за хлебом, за молоком. А когда-то покупки сделать большие, то туда уже как-то и опасно. Везде вроде бы так скрупулезно относилась, а тем не менее еще и в больнице лежала, до реанимации не дошло, но тем не менее в тяжелом состоянии была. Мобильные группы в Хабаровском центре социального обслуживания были созданы специально, чтобы защитить пожилых и людей с ослабленным иммунитетом. Сейчас заявок меньше, чем было в первый год пандемии. Однако нагрузка на каждого соцработника большая. Не всегда получается, потому что наши социальные работники, к сожалению, тоже болеют. И поэтому из шести в настоящее время работает три. Поэтому только из-за этого получается, что мы не прям сегодня день в день можем приехать и помочь людям. Волонтеры работают параллельно с нами, скажем так. То есть у них свой телефон горячей линии, у нас свой. Заявки на помощь принимают по телефону горячей линии 70-44-69. Дмитрий Павленко, Марина Рожко, Степан Крокус. Смотри Хабаровск.